Партер для меня был какой-то жуткой вознёй, я в ней очень уставал, мне это всё не нравилось. Честно сказать, что джу-джитс меня удивило очень сильно, я понял, что ну как, дзюдо мне помогло хорошо, быстрее размяться, страховаться и так далее, это всё очень похоже, а дальше я никогда не любил партер дзюдо, партер дзюдо был, причём советская школа дзюдо и самбо, поскольку мы выступали по дзюдо, по самбо я очень мало выступал, но так иначе тренировались к тому, чтобы выступать и по самбо, в самбо этот партер был повеселее, я партер ненавидел, это была одна из причин, почему я шарахался от самбо, потому что я ездил только как на каторгу, когда меня отправляли, ну, Миш, надо съездить, я ехал, надевал эти шорты, чувствовал себя нелепо вообще, зная, что я дзюдоист, ребята из самбо, с кем я дружил, они могли орать, души, души его там схватки, а мы им орали ногу ломать, когда они по дзюдо выступали, они же боялись, их японских команд вскакивали, всякие фигни, но партер для меня был какой-то жуткой вознёй, я в ней очень уставал, мне это всё не нравилось, и уже по прошествии такого количества времени я просто наткнулся в своё время на человека, на дзюдоисты, который занимался за границей, в том числе в Японии, он в партере мне устроил такой, просто меня раскидал на фарш, хотя сейчас я понимаю, это был такой уровень совсем слабенького синего пояса по нынешним временам уже, по ощущениям, но тогда мне хватило. Типа нос в чехол. Нет, кстати, это давайте, чтобы я вас ещё нахваливать начал, нет, я не представляю, это такого, знаете, синего пояса, которому только-только его дали, сейчас белые пояса крепче есть существенно, особенно глядя на соревнования на последние, я могу сказать, что уровень белых, синих поясов вырос. Так вот, и этот парень меня делал в партере настолько жёстко, что для меня это было сюрпризом, я никогда не отдавал себе отчёту, что партер может быть таким изощрённым. Ну и так я потихонечку узнал про всякие там косэн-дзюдо, прочую вот фигню, что в дзюдо есть очень много партера, который в Россию не попал в своё время по ряду причин, и одновременно я, начав поиск, я наткнулся на джиу-джитс, грэплинг, салатин. А тот человек, который тебя, так говоришь, не делал в партере, это было косэн-дзюдо? Он просто тренировался в Киото, в частности, там есть большой центр, единоборщий, назовём так, это Дайни-пон-буток-кай, который тренируется по самым разным дисциплинам, там, кэндо, дзюдо в том числе и так далее, и вот он, видимо, на днях борьбы, когда он там боролся, он там нахватался вот этих вот вещей. Но я так понимаю, что ребята там уже всё равно, они как у нас самбо-70, а приезжают на соревнования поближе, они уже обратили на это внимание и стали этому уделять определённые какие-то усилия, направлять на том, чтобы и в этой дисциплине иметь возможность выступать, многие дзюдоисты. Ну да, они... Ну, мы можем взять Шини Аоки, да, например, Шини Аоки, которого мы увидели в ММА, первым делом, тут тоже дрещавого парня, худенького, а он изначально-то, он дзюдоист приличный, он выступал за университетские команды и так далее, он прям классический дзюдо. Но он переключился на ММА, бразильское джиу-джитсу, ему это в определённом смысле помогло, потому что партер у него был сильный и оттуда в том числе, ему пришлось его просто развивать. Но вот сказки про кассен дзюдо тоже нет, потому что всё-таки дзюдо имеет один мощный минус в своих правилах. Там есть в сайкоме, там есть удержание. То есть вы, грубо говоря, прошли гард, вы человеку взяли сайт-контроль, и в сайт-контроле вы его держите 30 секунд и получаете очко, и вы заканчиваете схватку победой. А джиу-джитсу, никаких шансов у кассен дзюдо было спрогрессировать в бразильское джиу-джитсу без вот участия вот этой схемы Митсу и Маэда, все эти бразильские ребята, по той причине, что всё стремление шло не к сабмишину, по сути. Сабмишин был вторичным. Проще удержать 30 секунд. Ты прошёл гард, ты пришёлся и держишь. У нас это предупреждение через 20 секунд сейчас, а у них через 30 секунд победа. Прикадите. Не было бы ни одного сабмишин на бразильском джиу-джитсу. Именно так я боролся на дзюдо в детстве. Ну, в дзюдо же это нормально, это верная тактика. В реале это всё очень сильно сдерживало возможность развития этого спорта. Ну, он умер по другим немножко причинам, потому что университетское дзюдо как такое загнулось, начало загибаться после Второй мировой войны, и вот просто инерция сохранилась, падала, падала. Просто сохранялись учителя, которые хорошо ещё партеру могли научить. Их было там, ну, известных, там, человек пять, да, так и гораздо больше, конечно. Они все кодакамские тренера, так иначе были, большая часть из них. И дзюдо вот в том виде могло помочь подготовиться к джиу-джиту. Дзюдо в том виде, в котором я изучал в СССР, ну, могло подготовить просто меня морально, что ли, по мелочи, по захватам, ещё по каким-то вещам. Но то, что я получил вот это такое изумление жуткое, столкнувшись с этой дисциплиной, она мне очень понравилась. Я не ожидал, что партер мне может настолько понравиться. Ну, я стал бороться, 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 а тогда был полный вакуум, бестолковая совершенно, как бы, ситуация. И вот тут я благодарен Леоне Готовскому, в частности, потому что Леон тогда очень старался, Леон был тепловозом этого всего дела. Они стали запускать соревнования по правилам ИДССР, это тогда помогло джиу-джитсу, то, что это привлекло кучу народу. Это можно было увидеть место, где человек за счёт техники, хороших болевых приёмов, удушающих, справлялся, например, с вольником, который так при прочих равных бы закидал просто до полусмешки человека. Ну, это так и происходило. И я-то, ну, мне посчастливилось там выступить тоже в своё время. Мне очень понравилось. И вот этот, мне понравился этот спорт, я понял, что он мне подходит. Он уже был не столь утомительный, как джиу-до, потому что всё-таки джиу-джитсу – это олимпийский вид спорт, в котором, например, ветераном, а ветеранами там считаются уже люди после 30-ти, по сути, делать нечего. Приходить в джиу-джитсу после 35-ти – это абсурд. Приходить в джиу-джитсу в 50-ти – это нормально. Поэтому это и лайфстайл, это, ну, это совсем другая ниша, она никогда не изменится, и я вот думаю, что я сделал правильно. Так что, хочу и другим советом. Но джиу-до сильно не помогло. Чёрным поясом под джиу-до желающий может подтереться при подходе к залу с бразильским джиу-джитсу. Кто не верит, может попробовать.